Украина хочет получить доступ к месту падения ракеты на территории Польши в поселке Пшиводов. Об этом в Твиттере заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он заявил следующее. Выступаем за совместное изучение инцидента с падением ракеты в Польше. Готовы передать имеющиеся у нас доказательства российского следа. Украина просит безотлагательно предоставить доступ к месту взрыва представителям Министерства обороны Украины и Государственной пограничной службы. Написал глава СНБО. Он также отметил, что Украина ожидает информацию от партнеров, на основании которой был сделан вывод о том, что ракеты, которые упали в Польше, это ракеты украинской ПВО. И совсем недавно закончилось экстренное совещание, созванное президентом Польши. Вот что Анджей Дуда, в частности, сказал. Итак, ничего не указывает на то, что это было намеренное действие, чтобы на территории Польши произошел этот взрыв, и что можно было бы квалифицировать как нападение на Польшу. Это был несчастный случай. Расследование еще идет, но на эту минуту у нас уже есть информация, у нас с господином премьером и у наших союзников, что это была очевидно ракета С-300, производство еще Советского Союза. Старая ракета. И вот еще, по предварительному анализу, 15 ноября в Польше, вероятно, упала ракета украинской ПВО, которая отбивалась от ракетного удара России, но вины Украины в этом нет. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Толтенберг. Расследование падения ракеты в Польше продолжается, и надо дождаться окончательных результатов. Вот дословно. Вчерашний взрыв в Польше произошел, когда Российская Федерация запустила волну ракетных атак по Украине. Расследование инцидента продолжается, и мы должны дождаться завершения. Но у нас нет никаких признаков, что это была преднамеренная атака, сказал Столтенберг. Мы следим за ситуацией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok